Решил я вот здесь устроить себе пикничок какой-то. И беру вот эту тряпочку, и так взял, проводил по ней, чик, и смотрю, есть там клещик или нет. Если есть клещик, я такой, ну все, нам в другое место пошли. Георгий – специалист по безопасности в городе и выживанию в дикой природе. Сейчас его знания как никогда актуальны. Клещи в последнее время настолько обнаглели, что даже в черте города от них не скрыться. Поэтому Георгий советует быть на чику. Лучше еще до наступления тепла поставить прививку от клещевого энцефалита и застраховать себя. Перед прогулкой необходимо опрыскать себя специальными репеллентами. Они парализуют клещей, и те не смогут вас укусить. Нужно правильно одеваться, так чтобы кровопийцы не смогли попасть на открытые участки кожи. Не выбираем темную одежду. Я сегодня показываю, как делать нельзя. Потому что лучше выбирать яркие цвета просто по той простой причине, что клеща будет издалека видно. Если мы надели на себя камуфляж или что-то еще, да, ну мы можем эту всю историю проморгать. А так будет даже видно издалека. Яркая одежда – это очень хорошая штуковина. Раньше ходили мифы, что клещи садятся на яркую одежду, ну типа они привлекают внимание, но на самом деле просто их лучше видно. К этим советам лучше прислушаться. Специалисты говорят, что в этом году клещей больше, чем в прошлом. Даже на острове Татышев они есть. Не то чтобы они на каждом шагу. Примерно по три паразита на одном километре пути. В воскресенье территорию острова уже обработали от клещей, но должно пройти три дня, чтобы химия окончательно подействовала. В этом году мэрия потратит на протравливание городских пространств около миллиона рублей. Специальными веществами зальют около 460 гектаров. Абсолютно обработан весь Свердловский район, все территории, которые были в предписании. Это там и по пути к Столбам, и по пути по берегам Базаихи, и в Торгашино, и ну очень много участков. Весь Свердловский район, какой можно было. Весь Солнечный, все, что было в предписании. В Северный, Преображенский микрорайон. Ну то есть много уже территорий обработано. Считается, что в Красноярских окрестностях пик активности клещей приходится как раз на май. Еще нужно иметь в виду, что одно из самых популярных мест отдыха горожан – Национальный парк Столбы. От этих паукообразных не обрабатывают. Это все-таки особо охраняемая территория, и заливать ее химией не принято. И нацпарк не зря закрыт для посещения именно в мае, в том числе потому, что клещи свирепствуют. Сотрудники Столбов говорят, что в этом году паразитов, по прогнозу, будет в два раза больше, чем в прошлом году. В 21-й год это было порядка 98 клещей на километр учетного маршрута. В 22-й год это около 35-40 клещей. В этом году планируем, что будет показатель 21-го года, возможно, выше. За прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей обратилось почти тысяча жителей. У двух красноярцев диагностировано самое опасное заболевание, которое может переносить эта паукообразная – клещевой энцефалит. Так что если паразит все-таки впился, его необходимо аккуратно достать, положить в контейнер со смоченной ваткой и в тот же день отвезти в специальную лабораторию, чтобы специалисты сделали анализ на наличие или отсутствие различных инфекций. Адреса пунктов приема сейчас на ваших экранах. В Минздраве уверяют, что в больницах достаточно препарата, который вводят при клещевом энцефалите – иммуноглобулина. Виталий Поляков, Анастасия Масленникова. Новости ТВК. Новости ТВК.